Здравствуйте, меня зовут Александр Суботин. Сейчас мы рассмотрим с вами хирургический набор компании Биометриай, набор для установки имплантатов в корневидной форме, для того, чтобы знать, что сюда входит. Изначально набор идет в такой большой коробке. Внутри вкладывается инструкция по сбору, то есть, куда какие сверху вставляются, какие ячейки, для того, чтобы врачу было удобно собрать. Также идет напечатанный протокол установки имплантатов. Этот момент мы разберем отдельно, в отдельном видео, потому что там есть определенные нюансы. Также идет инструкция по уходу, по очистке, по стерилизации инструментов, потому что это немаловажный момент. Плохое внимание и уход за инструментарием ведет к тому, что потом начинаются проблемы. Есть большая инструкция на разных языках, то есть, это вся бумажная документация, которая идет вместе с набором. Теперь непосредственно, что входит в набор. В данной коробке находится набор, который уже собран. То есть, я вам буду показывать набор, который уже укомплектован. Мы его сами собрали. Потому что изначально, когда открывается набор, все компоненты идут в таких вот пакетиках. То есть, их надо открывать и согласно схеме сбора, где у нас схема, вы собираете ваш набор. Здесь мы его собрали, поэтому я сейчас вкратце покажу, на каких местах должны находиться те или иные сверла и компоненты. Итак, приступим. Возьмем сначала сразу набор. Вот эта красота. Что сюда входит? Если с самого начала, согласно протоколу, то все начинается со стартового сверла. Вот. Оно находится вот здесь. Называется стартер дрил. Нужно для того, чтобы... Я сейчас положу, видно вот так вот. Для того, чтобы перфорировать кортикальную пластинку костного гребня, грубо говоря, накернить, то отверстие, через которое будет происходить дальнейшее сверление. Оно первое, стартовое сверло, оно достаточно острое. Поэтому я предпочитаю его ставить кончиком острым вниз, поскольку всегда есть риск от него порезаться. С другой стороны, сверло очень агрессивное и очень острое. Поэтому оно входит, как по маслу, в кость. То есть, там, где вы намечаете, туда и происходит сверление, что очень удобно. Потом идут двухмиллиметровые три сверла. Эти сверла у нас задают длину. Длину остеотомии. То есть, той лунки, куда будет устанавливаться имплантат. Они все одинаковые в диаметре. 2 миллиметра. Но разные длины. 10 миллиметров, 15 миллиметров и 20 миллиметров. Сделано это для удобства, потому что, к примеру, в дистальном отделе длинное сверло может не поместиться. Поэтому используются, например, короткое сверло с длиной 10. Могу сказать, что на каждом сверле, здесь если навести поближе, видно обозначение. Вообще, на каждом компоненте есть свои артикулы, что удобно и упрощает потом расстановку по ячейкам всех компонентов. Здесь, в частности, будет написано АСТ 20-10, что означает сверло диаметром 20 миллиметров и длиной 10. Здесь 20 на 20, это длина для фронтального отдела, и 15 средняя, самая ходовая, наверное. Так, дальше потом идет по протоколу у нас, соответственно, по диаметрам. Диаметр 3,25, диаметр 4, и диаметр 5, и диаметр 6. Есть цветокодировка, чтобы не запутаться, потому что все имплантаты, их шахты, также цветокодированы. Соответственно, цветокодированы все сверла. Здесь, в принципе, написан как раз-таки пошаговый выбор всех сверел. Дальше сверла идут 4-х лопастные и конусные. То есть, они достаточно агрессивные и острые. Сейчас положу, некоторые можно навести. Здесь 4 лопасти конусной формы. Они как раз-таки, длина у нас уже задана, и они делают, развальцовывают ломку под имплантат. Так, изначально, если смотреть инструкцию производителя, то скорость вращения сверла 1000-1200 оборотов в минуту. Но на практике могу сказать, что вот эти высокие обороты мы рекомендуем использовать при стартовом сверлении и 2-х миллиметровыми сверлом, когда мы формируем длину под имплантат. Далее, когда мы используем вот эти конусные сверла, которые достаточно агрессивные и острые, желательно количество оборотов снизить. Это где-то 600-800 оборотов в минуту. Вот, чтобы они меньше перегревали и травмировали кость. И в любом случае, они очень хорошо заходят в любую кость, в любой плотности. При этом на их лопастях при небольших оборотах очень хорошо остается костная стружка, что потом в дальнейшем используется для костной пластики. К примеру, если вокруг шейки имплантата надо внести немного костного материала. Здесь удобно, что каждый диаметр и каждая длина своей лунки стоит. Например, сверло диаметром 3,25, длиной на 11. Для нее специально своя лунка. Также есть обозначение на этом сверле. Там видно мелкими, конечно, цифрами, но всегда это можно посмотреть, где это сверло должно стоять. После сверления сверлом идет так называемый позиционер, он же и глубиномер. Он показывает, во-первых, направление, правильно ли вы задали направление сверления, то есть лунка находится у вас в правильном направлении созданном. Также показывает, что важно глубину погружения имплантата. Я положу их несколько рядом. Серебристая часть, она точно совпадает с телом имплантата. То есть, насколько у вас в лунку заходит данный позиционер, глубиномер, настолько у вас будет и зайдет имплантат. Иногда бывает, что доктор недосверлил. Он видит, что, например, серебристая часть находится над гребнем, над костным уровнем. Поэтому необходимо еще пройтись сверлом, например, предыдущими сверлами, либо вообще вернуться на тот этап, когда была неправильная заданная длина. Удобная вещь, если врач, например, задается целью сделать точное позиционирование и сформировать точную лунку. Есть сверло, вот это вот ICD-100. Это развальцовочное сверло. Оно используется не часто, когда у нас, например, очень толстая картикальная пластинка и необходимо развальцевать верхний слой. Но могу сказать, что необходимость в этом сверле не очень большая, поскольку изначально в конусных сверлах за счет вот этой ступеньки есть уже такой момент расширения, то есть развальцовывание верхней картикальной пластинки костного гребня. Так, еще не сказал, пропустил один момент касательно, когда я рассказывал про двухмиллиметровые сверла формирующие. Здесь идут позиционеры еще, тоже под двухмиллиметровые. Это необходимо тогда, когда у нас множественная работа, то есть идет сверление одновременно под несколько имплантатов. И для того, чтобы посмотреть, насколько вы ровно просверлили все эти лунки, необходимо использовать как раз вот эти двухмиллиметровые позиционеры. Они вам будут показывать именно направление. У них, кстати, есть маленькие дырочки. Удобно продевать иногда леску с шовным материалом, чтобы пациент не сглотил вот эти маленькие компоненты. Так, после того, как мы провели сверление, дальше используются имплантоводы. В данном наборе представлены все необходимые имплантоводы. Есть машины, вот они находятся здесь вот. И ручные, вот они. Сначала, внимание, машинам уделим. Я пока расскажу два слова. У изначального диаметра 3 немножко зауженный диаметр имплантата, поэтому шахты требуют, соответственно, компонентов ортопедических несколько меньшего диаметра. Поэтому у тройки всегда ортопедия идет особняком. У четверки, пятерки, шестерки ортопедическое соединение, оно идентичное. Поэтому имплантоводы идут для тройки отдельно, для диаметра 3,25, а для диаметра 4,5,6 идет другой имплантовод. Для того, чтобы не перепутать, для имплантоводов на 3,25 есть специальные такие вот насечки сиреневые. Тоже под цвет, удобно. И вы не перепутаете. В комплекте идет короткий имплантовод и длинный имплантовод. Использую для того, чтобы в дистальном отделе, например, с длинным имплантоводом сложно подлезть. Во фронтальном отделе будет удобно работать с коротким имплантоводом. Итого, на тройку 2 имплантовода длинный, короткий. И также на четверку, пятерку, шестерку 2 имплантовода. Короткий и длинный. По поводу имплантоводов сразу скажу, что в наборе идут запасные ретенционные кольца. Не знаю, здесь будет видно на камере, но немножко отсвечивают, наверное, вот так вот. Для чего нужно? Потому что на кончике этих имплантоводов, если навести камеру, может быть, попробуем сейчас это сделать на сером фоне. Вот здесь вот. Находятся как раз-таки эти ретенционные колечки. Они используются для удержания имплантата. За счет них как раз-таки имплантат фиксируется, делается забор его из упаковки. И вводятся имплантаты в лунку. Со временем эти резиночки теряют свою ретенцию, поэтому их необходимо менять. На бур идет запасной комплект этих резинок. Так. Где написано L, это длинный, S, это короткий шорт. Здесь подписаны везде артикулы. Так, по ручным имплантоводам. Здесь ничего такого нету. Сложного. Здесь есть короткий имплантовод и длинный имплантовод. Соответственно, также в дистальном отделе используется чаще всего короткий имплантовод. Там, где нельзя им подлезть, используется длинный имплантовод. Сразу скажу, что данные имплантоводы, они универсальные, подходят для диаметра 3,25, 4,5,6. То есть, здесь не нужно врачу заморачиваться, какой имплантовод использовать. У них структура другая. Здесь ретенционных колец нет. Здесь сама система идет усиленная. То есть, этими имплантоводами и с помощью ключа ручного производится закручивание. Можно прилагать достаточно большое усилие, больше 50-60 ньютонов. И с этим вопросов не возникает. То есть, шейка имплантатов у импланта 3А достаточно прочная. Этот ключ с храповым механизмом идет в комплекте. В комплекте также еще идет зонт. Так, в набор у нас еще входит из того, что я искал, отвертка ручная и отвертка машинная. То есть, для наконечника. Вот они вот здесь вот можно навести на них. Отвертки используют для заглушек. И, естественно, для всей ортопедии, для закручения винтов в абактнете. Также еще идет переходник машинный, вот такой вот. И ручной. Ручной длинный и ручной короткий. Они используются для метчиков. Про метчики мы сейчас с вами как раз таки поговорим. Мы всегда стараемся комплектовать клинику полным комплектом. То есть, в полный комплект входит полностью укомплектованный набор со всеми сверлами и набор костных метчиков. Производитель согласно инструкции рекомендует для плотной кости использовать костные метчики для нарезания резьбы. Для того, чтобы имплантат у нас на последней стадии, когда остаются 2-3 витка, не встал в распорку. К сожалению, при подбородочной части кость бывает часто такой плотный, первого типа, что реально без использования костного метчика закрутить полноценный имплантат не получается. Поэтому в наборе идет как раз таки набор с костными метчиками. Здесь под каждый диаметр и под каждую длину идет отдельный метчик. Можно двумя способами закручивать костный метчик, нарезать резьбу с помощью наконечника. То есть, для этого как раз таки идет вот этот переходник. Используется сюда мы вставляем костный метчик и с помощью наконечника начинаем накручивать резьбу. Либо можно с помощью ручного ключа вставляется. Сейчас я покажу. И начинаете закручивать. Здесь этот ключ с храпом механизма. Так вот трещит. Так, ключ возвращаем. Вот эти переходники, кстати, они используются не только для ручного вкручивания метчиков, но и для закручивания имплантатов с внешним шестигранником. Изначально набор идет как раз таки для имплантатов с внутренним шестигранником и для имплантатов с внешним шестигранником. То есть, он универсальный. Но, как правило, большинство врачей работает с имплантатом внутренним, с внутренним соединением. Поэтому некоторые компоненты я, например, рекомендую убирать из набора, если вы ими не пользуетесь. Потому что они каждый раз будут место занимать и будут проходить циклы обработки, хотя они на операциях и не требуются. Такие компоненты это следующее. Сейчас я прохожу. В наборе идет ключ ручной для внешне шестигранника и переходник под внешне шестигранник под диаметр 3,25. Я их обычно из набора убираю. Можете оставить здесь у себя в коробке. Также в наборе дополнительно идут позиционеры, глубиномеры. Они ставятся в эти ячейки цветные. Но поскольку они дублируют те позиционеры и глубиномеры, которые уже в наборах есть, поэтому нет смысла их дублировать, на мой взгляд. Врач может по самосмотрению их оставить здесь в наборе. Вот если вы им не будете пользоваться, то их можно даже не открывать, а ставить про запас. Вдруг если что-то утеряли. Так, как я сказал, идет ретенционные колечки запасные, компоненты дополнительные, позиционеры и для внешне шестигранника ключ с переходником и планталоном. Так, это вкратце. Я рассказал про наборы, которые идут в такой большой коробке. Еще раз повторюсь, этот набор уже собранный. Изначально идет все разобрано, поэтому необходимо ему врачу уделить немного времени, чтобы все собрать. С другой стороны, когда врач соберется сам компоненты и все сверло, у него уже вопрос у меня не останется, где, на каком месте находится то или иное сверло, и во время операции у него не будет замешательства либо риска того, что он возьмет не тот компонент. Все, спасибо за внимание.